Значит, сейчас с нами участники «Круглого стола», Ольга Александровна, добрый вечер, Адальберто Майнарди из Боза, добрый вечер, Сергей Буковский с нами и Виктория Бондар, добрый вечер, Фрей Ришах де Тезе, бонсуар, Алла Ханг из Германии, ну Ирину Леонидовну попробовали бы мы. Если мы просто только что слышали, то отдельно, конечно, так, добрый вечер. Итак, у нас участников будет больше, чем из семи стран в нашем «Круглом столе», и согласитесь, это необычная возможность, но музыка ведь она и призвана преодолевать какие-то границы, которые часто нам кажутся непреодолимыми, и, конечно, немалую роль, и, опять, напиши для нашей трапезы. Только представил нашу. Итак, перед тем, как перейти к фильму, мы подумали, что было бы хорошо, просто, ну, в качестве некоторого эпиграфа, короткого, две минуты, посмотреть вот это краткое введение к нему. Ну, я попрошу Марии его поставить, и давайте вспомним, как это звучит, что мы там, кого мы видим, и как это происходит. Спасибо. Мы оглохли от этого количества звуков, от этого количества децибел. Это тоже может войти в фильм. Голоснейшее вступать. Голоснейшее было теплее было сейчас. А это что, голоснейшее? Да, голоснейшее. Вот, тут мецепортно, мецепиано. Зараз майже однаково. Уже больше теплым звуком. Это сильнее, да? У динамиков, да? Да, больше, больше. Где партитура? Там партитура все написано. Они такие, говорят. Хорошо. Все ярче. Аллилуйя, аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы утонченный, выверенный очень звук появился и в этом фильме. Мы слышим там сочетание множества звуков и музыкальных и других звуков жизни. Я хотел просто сказать, что Валентин Васильевич с улыбкой сказал, что если вдруг его захотят сегодня вечером поругать, а при нем это люди будут стесняться, то поэтому он лучше потом посмотрит записи. Сейчас он просто пишет музыку к стихотворению «Зимняя дорога». Так что наше сегодняшнее собеседование будет мысленным. Может быть, каким-то благодарностью, которая добавляет силу и энергии. Я хотел бы сказать вначале, что Валентин Васильевич Сильвестров настолько сосредоточен на музыке, как вы знаете, что, как правило, он отказывается не только от съемок фильмов, но и от кратких интервью. И на протяжении последнего десятилетия я вижу, как усиливается у маэстро этот мотив, выраженный известным всем стихами. «Не по душе, строптивый норов, артистов силе он отвык, от фразы прячется от взоров». Это настолько искренний и сильный мотив, что когда Сергей Буковский пришел к идее снимать фильм о Валентине Сильвестрове, я почувствовал, насколько это трудный момент. И как раз тогда шло полным ходом завершение многолетней работы на «Девятой синхронии», и Валентин Васильевич систематически отказывался от всего отвлекающего. И когда Сергей предложил мне поговорить с маэстро о съемке фильма, я практически не сомневался в том, каким будет ответ. «Отказ был твердым и безоговорочным. Но мы решили, по крайней мере, познакомиться и пригласили, как бы не взначай, в один и тот же день Сильвестрова и Буковского на наш летний институт в июле 2018 года. Не буду пересказывать все перипетии, но каким-то чудом после этого нам удалось договориться, встретиться и попить чай в издательстве двух элитров. И случайно там в кустах оказался не рояль, а полностью приготовленный к съемкам освещения и телекамеры. Удалось преодолеть шок, чай витие все-таки состоялось, и этот потрясающий разговор мы видим в центральной части фильма «Зона памяти». И вот в какой-то момент именно этого разговора меня покинул страх, и я понял, что все должно получиться, несмотря на все препятствия совершенно реальные. И вот первый мой вопрос к режиссеру Сергею Буковскому, который, с одной стороны, не нуждается, может быть, сейчас представление, я только упомяну, что мы познакомились по-настоящему, когда Сергей работал над фильмом «Назови свое имя по буквам» «Spell your name» по «Бабьям Яре» много лет тому назад, продюсером в этом фильме был Спилберг, но самое главное, что фильм получился удивительным совершенно, и, собственно говоря, одним из аргументов в разговоре с Сильвестровым было то, что вот посмотрите, какие фильмы делает этот человек. Но сейчас у меня вопрос к Сергею. В какой момент у режиссера появилось ощущение, что замысел начинает сбываться, и уже не сорвется намеченное, а возникнет нечто новое? Добрый вечер. Всем, у меня до сих пор ощущение, что он не сбылся, если честно говоря. Потому что должно пройти какое-то время, чтобы посмотреть на то, что мы сделали, дать этому какую-то очень трезвую и независимую оценку, чтобы понимать, что же в конечном счете мы получили. Такое ощущение, намек на это ощущение было, когда после съемки в издательстве «Дух и литера» мы просто умолили, уговорили Сильвестрова прийти к нему домой в гости и посмотреть, как он живет. Но мой просто многолетний опыт работы в кино документальном, без малого, уже почти 30 лет, может, даже больше, мне подсказывала, интуиция мне подсказывала, что нужно увидеть квартиру Валентина Васильевича, говоря попросту, среду обитания, где он живет. Потому что интерьер и жилье человеческое, детали этого интерьера скажут очень многое и подскажут тебе. И он согласился. Не знаю, жалеет он об этом или не жалеет по сей день. Я думаю, что теперь он над этим смеется. И когда мы туда пришли, в буквальном смысле у меня подкосились ноги. Потому что я предполагал, что это будет приблизительно такая же квартира, как у моей мамы, тоже там рядом на лесном массиве, Русановка. Это районы Киева, которые строились в одно и то же время, середина 60-х. И Сильвестров живет на Русановке, в этой небольшой квартирке 66-го года. И никуда не переехал. И Женевское озеро ему не светит. Берег Женевского озера. И поэтому он не хочет. Об этом чуть позже. И когда я это увидел, как он живет, и я сразу все понял. И честно говоря, размечтался, раскатал Гугу. Но вот здесь я поставлю в складушку. И буду один с камеры. Недельки две-три я с ним поживу. Но не тут-то было. Сильвестров, конечно, согласился на съемку. И сказал, я вам даю один день. На этом мы заканчиваем наши съемки вообще. И тут-то, конечно, все как бы внезапно у меня воспламенилось. Я понял, что все у нас получится. И тут же как бы градус и подпадение вниз произошло. Потому что я понял, ну как же мы за одну смену рабочую, за один день снимем то, что мы напланировали и захотели. Ну, как-то сняли. И действительно, он, как сказал, как отрезал, все, больше никаких съемок не было. Один раз он позвонил и предложил нам съемку записи. В Доме звукозаписи была еще одна съемка. Ну, а и хор Щедрик Машу Саблину мы снимали. Собственно говоря, и все. Но это уже была съемка, где он взаимодействовал с музыкантами, хористами. Но я должен сказать, что как бы вот все эти самоограничения, вернее, ограничения, которые в документальном кино возникают перед тобой, не только, наверное, в документальном, в игровом тоже, но документальное кино зависит от этого в большей степени, заставляют, когда это нельзя, это нельзя, это нельзя. Тут запрет. Тут вот сказал человек, больше не хочу никаких съемок. Ты начинаешь думать, что уже тогда начинает острее и быстрее, что ли, работать твоя фантазия, и ты включаешься в какой-то невероятный процесс, когда надо что-то с этим делать, что-то придумывать и что-то решать. И мы много раз смотрели то, что мы сняли, и возник образ, понятно, Русановки, такого обычного, как шутил мой оператор все время, суцеидальный ГДР, такой страшный, особенно в зимний период, переменный район. И мы понимали, что из этого надо делать что-то другое, потому что он ходит этими улицами, вдоль этих каналов, он тут живет. Это ты его вдохновляет или нет, нам это неведомо. Но это среда обитания Сильвестрова, и надо что-то с этим решать. И тут возник, конечно же, Брейгель. А Брейгель тоже возник совершенно случайно, потому что в этот год было, как вы все помните, паломничество Вену. Все туда ездили смотреть коллекцию Брейгеля. И были там наши друзья, подарили нам этот календарь. Я этот календарь подарил, дал в руки просто буквально Сильвестрову. Он тут же его обыграл. И это сделало какое-то... Помогло этому эпизоду. Вот, собственно говоря, вот эти ограничения и приводят тебя к тому, что ты должен очень, очень обреженно думать и думать, извините, творчески. Не хочу это слово произносить всю. И тут я в сочетании с его вокализами, его черновиками, которые он сам дома пишет, ставит диктофон на фортепиано и записывает, я называю это русановский сам издат. Вот, и меня потряс его просто собственный голос. Он очень меня впечатлил. И когда мы начали соединять изображение с его голосом, я понял, какой-то внутренний мой голос сказал мне, что вот тут где-то, наверное, прячется ключ к фильму, его интонации. Потому что для нас было важно попасть в его тональность, попасть в его интонацию, ее угадать, не помешать ей. Как часто говорит сам Сильвестров, что не я сочиняю музыку, а она меня, в данном случае это абсолютно применимое кино. Не кино так попросило, оно так захотело. И мы шли, следовали за этим материалом, следовали за тем, что мы сняли. Потом уже возник Ворзель, где очень часто бывал Сильвестров и многие композиторы украинских. Дом творчества, который сейчас в запустении. По странным стечением обстоятельств, эту территорию еще никто не продал, и там не построили какие-то коттеджи или новые дома. Стоит такое сплошное захолустье. Я приглашал куда Сильвестрову. Я говорю, давайте поедем, там побродим, и мы что-то снимем. Он сказал, нет, нет, нет. Я же вам сказал, что я сниматься больше не хочу. Точка. Больше мы к нему не приставали. Вот, хотя много раз виделись уже после съемок, и он с удовольствием общается, и пьет кофе, и веселит публику. И вот недавно была премьера фильма на фестивале молодости. Есть у нас такой давнешний фестиваль, которому уже 50 лет, и он приехал на премьеру, и зал ему аклодировал. И стоя в масках, это было очень такое забавное зрелище. Он блистательно совершенно отвечал на вопросы, с аудиторией, и для него это был какой-то, ну, как мне показалось, очень момент очень радостный и приятный. Вот. Собственно говоря, вот и все. И, конечно же, нам, нашим, как бы, дипломатом, нашим коммуникатором, послом, была Инга, дочка Валентина Васильевича, которая, как бы, зная папин характер, лучше, чем кто-либо, она помогала нам с ним работать, взаимодействовать и общаться. Больше всего мы боялись, конечно, что, зная его отношение к собственной музыке, к музыке, как бы, вообще, что, не дай бог, там полноты не зарезать, полтакта не добавить, не заглушить, и работа над звуком длилась около трех месяцев, только на сведении звука. Поэтому мы тут, ну, превзошли все, как бы, лимиты всех отпущенных на это сроков создания звуковой партитуры фильма. Вот. Но Валентин Васильевич был очень доволен, и, слава богу, тут все, все, все получилось. Второй момент, о котором бы я хотел сказать, мы напрочь сразу еще на уровне, как бы, там, написания какого-то синопсиса и текста первых-первых каких-то черновиков мы отказались от такого классического телевизионного боёпика там, для Нетфликса или там, для канала HBO. Потому что, ну, на мой взгляд, это другой жанр, другой вид кинотекста. Это все другое. Можно прочесть Википедию и там все прочитать. Поэтому мы хотели совершенно уйти в другую совершенно плоскость. Хотя я сам иногда смотрю там какие-то фильмы, сделанные для Нетфликса, но это совершенно другое. И мы для себя это просто, ну, вот, отвергли и сказали, нет, мы это делать не будем. Вот. Хотя, наверное, жизнь Валентина Васильевича была так, настолько насыщена, особенно в советские времена и в конце оттепели и в 70-е годы событиями, что она укладывается в остросюжетную драму и можно было это, как бы, сделать совершенно спокойно. Но это уже другая история, не для меня. Вот, слава Богу, у нас такая возможность появилась. По-моему, премьер-министр Гройсман был в то время, объявил тоже там грант, он смешно очень назывался, патриотического кино. И продюсер Геннадий Коффман, который, пожалуй, единственный, кто может общаться с сотрудниками министерства культуры, я не могу. Он, как бы, давайте попробуем, давайте что-то сделаем с этим. У нас там еще были несколько человек на примете, я имею в виду, из персонажей, там, Лина Костенко Иван Зюба у элитарного века и писателю. И давайте начнем вот с Валентина Васильевича. И все, слава Богу, получилось. На один фильм. Получился первый фильм. Вот я очень надеюсь, что сейчас, тоже недавно, у нас был закончен конкурс кинопроектов. И мы подавали заявку в фильме о Дзюбе Ивана Михайловича. Посмотрим. Не буду, не буду говорить сейчас об этом много. Как, я думаю, через неделю-две мы будем уже знать результат. Вот, собственно говоря, если очень, очень коротко я рассказал, как вот все это происходило. Знаете, много-много лет тому назад, по-моему, 12, я делал для канала немецко-французского арте, принимал активное участие и очень много снимал для сериала «Прощайте, товарищи», который был посвящен падению советского режима в Восточной Европе и в Советском Союзе. И заканчивая работу, по-моему, это была Прага, я не помню, по-моему, да, Прага или Братислава Прага, заканчивая работу, мы снимали героев, очень хороших персонажей. для одной из серий фильма я обратился к нашему партнеру Яну Гоголе, я говорю, а теперь мне надо поработать с архивами, вот, он мне задал очень простой и для меня удивительный вопрос, он говорит, какими архивами? Я говорю, ну, как какие архивы? Они, архивы, они везде архивы, государственные архивы, он мне сказал, есть частные архивы, есть архивы семейные, есть на 8 миллиметров, на 16 миллиметров, и когда я такое слышу, что в стране, может, не самой богатой, но все это архивировано, описано и хранится навсегда, у меня всегда возникает какое-то очень, такое, с одной стороны, радостное чувство, с другой стороны, какое-то очень горько завидное, потому что у нас ведь ничего, к сожалению, нет. В наших киноархивах об эпохе 60-х, например, 70-х, вы не найдете там ни Сильвестрова, вы не найдете там ни Лину Костанко, вы не найдете там тех людей, которые определяли мысль этого времени. Вот, там нет ни Стуса, ну, никого. Там есть изгнание Некрасова из союза писателей, его Краничук испекает на трибуне, и все. Собственно, я подумал, что мы совершаем колоссальную ошибку, что хотя бы не снимаем тех людей, кто еще сегодня жив, чтобы сохранить какой-то визуальный и голосовой, звуковой образ для будущего. Вот, собственно говоря, так и возник этот проект. Вот, Костя, если моя интро... Спасибо, Сергей. Да, я должен сказать, что в первых же кадрах мы видим очень последовательный вот этот отказ от протаренных путей документальной биографии мастера. И на самом деле то, чего больше всего боишься и все-таки встречаешь, вот это попадание в тон. Потому что у Сильвестрова есть очень радикальный вот этот отказ от того, что он называет сделанностью. и для него это не фраза, а то, что он называет разоружением. И мне кажется, что вот шаг на встречу вот этой безоружности, когда в самом начале мы слышим одинокий непрофессиональный голос, который поет гимн, именно не хор прекрасный, не оркестр, а совершенно уязвимая открытая позиция, включая все шероховатости и безыскутность, которая, как известно, граничит с самым высоким искусством. Вот, поэтому я хотел бы глубокую благодарность выразить за такую отвагу, пойти вслед за ним по, может быть, самому трудному пути, не протаренному, не битому, и мне кажется, что именно этот ключ открыл, по сути дела, настоящее, какое-то резонирующее, живое ощущение этой музыки, еще раз, не витринное, не парадное, не то, которое потом звучит, может быть, на самых больших сценах. я был даже удивлен, что Сергей отказался, может быть, от каких-то блестящих кадров, исполнения в Равенне, Рикардо Вути и так далее, а именно пошел по пути какой-то археологии новой. Сергей, ты хотел сказать, что там... Я буквально маленькая ремарка, Костя. Понятно, когда я говорил о стиле документальном для телевидения, что не является как бы преступлением, и много замечательных картин делается, но попасть в зависимость в эту ловушку синхрон фрагмент, синхрон, я имею в виду интервью, поиграли, поговорили, поиграли, поговорили, мы напрочь от этого отказались, потому что это очень такая зависимость опасная, когда ты что-то сказал, а потом подтвердил. И эта логика была абсолютно чужда этому фильму и самому Сильвестру, потому что он совершенно другой человек, и поэтому тут мы были во многом очень свободны и делали то, что мы считали нужным, мы хотели, доверяясь абсолютно только каким-то внутренним вибрациям эмоциональным и своим каким-то инстинктом, я бы даже так сказал, поэтому, например, в Орзель мы приезжали, снимали, это было начало марта, никого там нет, собаки лают, я открывал двери в машине, ставил музыку, абангардную музыку Сильвестрова, и мы с оператором ходили, смотрели, это очень нам помогло, потому что мы все были настроены на то, чтобы вот точно угадать, попасть в эту тональность Сильвестрова, его градации тихой музыки, и, ну, мне кажется, что где-то мы, где-то, в какой-то момент мы это поняли, как это должно быть. Особым образом сейчас творчество Валентина Васильевича связано с Италией. Минувший весь год он трудился, он вообще, еще одна из его форм независимости, он отказывается от любых заказок, но в данном случае он не смог устоять перед предложением, когда тот же Рикардо Мути попросил трех композиторов нашей маленькой планеты написать к юбилею Данте 20 минут одного он попросил написать к части рай, точнее, первых, ад, другого композитора к части чистилища, вы догадываетесь, как он попросил написать рай, Сильвестров погрузился с головой Данте, и вы видели, что в фильме несколько раз возникает вот этот мотив, какой же звук для него важен, Дольче, и один раз он даже уточняет Дольче леггеро, нежно, но легко, бывает нежно, тяжело, а для него важно леггеро, и также я знаю, что все это время Валентин Васильевич внимательнейшим образом читал и перечитывал не только стихи Ольги Седоковой, вы знаете, много есть песен, которые он просто написал на стихи, но также и все, что связано с исследованиями Данте, с переводами Данте, над которыми сейчас трудится Ольга Александровна, и я думаю, что и для Валентина Васильевича, и для режиссера очень важно мнение и отклик об этом фильме Ольги Александровны. Если возможно, я приглашаю Оля тебя сказать нам несколько слов. Удобно ли это сейчас? Прошу включить микрофон. Микрофон прошу включить. Да-да. Отлично. Включен? Да. А я себя не вижу. А мы видим. Мы вас тоже видим. Мы хорошо видим, да. Ну, да, я просила Костю, чтобы мне не говорить первым среди тех, кто будет говорить, и Костя мне обещал, что первым будет брат тогда Альберта. я в письме написал, что после первый будет все-таки режиссер, но если ты предпочитаешь, мы попросим тогда брата, который... да. Ладно, хорошо. Мне, конечно, гораздо легче говорить после автора фильма, потому что многое из того, что, может быть, я бы сказала, он сам рассказал, что первое, что мне хочется сказать, это, конечно, поблагодарить Сергея Анатольевича, потому что это огромный подарок и нам, современникам Валентина Васильевича, тем, кто его хоть немножко, но видел и знает, и тем, кто его так близко не видел, и, конечно, тем, кто придут после нас. И я хотела сказать, что это глубокое и деликатное посвящение в мир Сильвестрова, и композитора, и мыслителя. Вот. И то попадание в тон, которого режиссер искал, мне кажется, что он нашел, отойдя от всех принятых вот этих боёбиков и понятных, слишком представимых здесь ходов, как можно рассказывать о необычайном великом человеке, что сама эта необычайность необычайна, а можно было сделать обучайную необычайность. Вот этого, слава Богу, не вышло. Насколько я понимаю, в фильме три основных линии для меня это, конечно, первое, Сильвестров музыкант, и это мы видим на съёмках трёх репетиций и в авторских исполнениях сочинений. Вот. И вторая линия, это средняя часть больше с этой линией связана, это Сильвестров мудрец. А Сильвестров, я думаю, именно мудрец, конечно, он не философ, он в духе древних таких мыслителей, от которых остаются какие-то изречения, какие-то размышления, он мудрец. И книги бесед его это одно из моих любимейших чтений. это разговор мудреца и не только о музыке. Вот. Это вторая линия, и она здесь тоже подана, и так передана, что сохраняет опять же ритм мысли Сильвестрова, не какие-то яркие такие изречения, которые надо запомнить и повторять, а как все это рождается по ходу дела среди совершенно странных быть может отступлений. Вот. И мудрость Сильвестрова, как одно из его занятий из этого фильма, также вполне можно понять. Ну и третье, о котором сам режиссер говорил, это, конечно, внешняя обстановка или место действия всей этой жизни и всех этих сочинений, которое не может не поражать, конечно, своим контрастом с тем, что звучит в музыке и в мысли Сильвестрова. То, что мы видим, это тяжелый депрессивный пейзаж, который знаком всем на территории бывшего Советского Союза и в России, конечно, не меньше, чем в Украине. Разруха, глушь, какая-то ужасная невзрачность даже дело не в том, что все развалилось, но у нас с самого начала как будто все это дома расставлены криво, косо, все удивительно некрасиво. Все это производит впечатление, что это пейзаж после войны и после какого-то бедствия. И бедствия, которые еще не взялись даже каким-то образом преодолевать. И вот глядя на все это, конечно, не может не вставать вопрос, вот из этого всего и рождается то, что так любит Сильвестров и то, что именно он больше, чем другие дает нам услышать. Это вот нежная и легкая дольча, леджера, качество звука. Неужели вот из этих всех страшных и уродских развалин? И я думаю, что на самом деле это не просто вот такой контраст, что, дескать, и среди этого можно заниматься прекрасным. Нет, мне кажется, что между двумя этими вещами есть своего рода разговор, потому что человеку требуется то, чего нет. Художник не повторяет, не изображает то, что есть. И вот нет, не было нежности, внимания, мирной тишины. Мне кажется, нигде этого так много не было, как в советском и постсоветском мире. Это в каком-то смысле дополнение вот этого, заполнение этой страшной пустоты на месте некоторых необходимых человеку вещей. И таким же, мне кажется, отношением связаны и другие два контрастных начала. Это я уже говорю не о фильме, а, собственно, о музыке Сильвестрова, о поздней его музыке. это поздняя музыка Сильвестрова и то, что называется современностью или актуальным искусством. Кажется, здесь тоже никаких уже связей почти не установишь. Но дело в том, что современным принято называть то, к чему все привыкли, как к современным. Это то, что, собственно говоря, натерло уже зрительные слуховые мозоли. Мы сразу узнаем вот это современное. вот это современное. И если говорить об искусстве, то это все виды причинения дискомфорта китателю, слушателю и так далее. Все виды протеста, бесконечный протест, который продолжается с XIX века. Это гротеск, пародия, это разнообразные деформации, и это так называемая сознательность. То есть художник сам не забывает, что он работает в пространстве профессионального искусства и не устает это напоминать своему читателю или слушателю. Не думайте иначе, мы в области, допустим, искусства. Здесь только искусство, не понимаете никак иначе. Вот. Ну, еще какие можно назвать свойства того, что сразу определяют как современные, актуальные. Это плакатный масштаб, сверхгромкость, это постоянное присутствие насилия, которое художникам известно как единственный вид силы. Сила это насилие, насилие над своим текстом, над языком, над слушателем. Так вот, я думаю, что так же, как с вот этими руинами, современность Сильвестрова именно в том, что он делает то, чего у этой современности нет. А значит, именно то, что больше всего ей и нужно. Вот он говорит где-то в фильме о том, что жаль, что его богатыли когда-нибудь через сто лет сыграют, а вот бывает момент, когда особенно нужно это произведение. И я с ним совершенно согласна, что эти богатыли особенно нужны вот в этот момент, там, где они, казалось бы, просто неуместны. Мы их не впишем весь этот реестр современности. Дальше, что в этой нашей современности художественной нет? Нет никакой колыбельной. Кончается все дело вот этим вальсом колыбельной в фильме. Нет голоса примирения, нет благодарности, нежности нет. И вот в фильме мы видим, что вот эта нежность, взыскуемая Сильвестровым, дается в жестокой битве. Поэтому особенно впечатляют записи репетиции с хором в первом и третьем фильме. И чего же так бескомпромиссно, безжалостно местами просто добивается автор, от исполнителей? Он добивается совершенно невероятных малостей. Он возмущен и требует, чтобы отличали мецо пьяно от сотовочи. Это совсем разное. Он возмущается задержкой на одном состоянии, когда ему исполнитель говорит, ну вы же тихий композитор, а вы требуете какого-то вдруг удара, удара, но внутри тишины. Но ему нужна не монотонность, а вот эти живые переходы. И вот в фильме прекрасно видно, что без этих малостей, без этих микрочастиц каких-то, как сам говорит Сильвестров, микрофлоры авангарда, этой живой музыки просто нет. Не то, что она плохо исполнена, ее просто нет. Мы это слышим после того, как Сильвестров добивается того, что он хочет от исполнителя. Вот тогда она звучит, вот тогда она появляется полет, появляется жизнь. И для того, чтобы различать эти вещи, обращать внимание на них, исполнителю приходится изменять какие-то очень коренные навыки, исполнителю и слушателю. Современный человек не привык вот так относиться к вещам, он любит обобщать и быстро с этим обходиться. И вот здесь именно в этом переходе в некое микроизмерение на мой взгляд и заключена революция Сильвестрова. Если говорят о возвращении классики, которую авангард как бы отверг, то это конечно возвращение преображенной классики. И преображена она не тем резким, жестким способом, как это делал классический авангард, а совсем иначе. Вот именно этой работой с какими-то микронами смыслами, микронами звучания. Вот я прошу простить музыкальное дилетантство, но то, чего добивается постоянно от исполнителей Сильвестров, называют это полидинамика. То есть такая смена звучности, к которой мы не привыкли. не одновременно, не все вместе поют тихо или не тихо. И мне это напоминает работу Веберна, когда он перекладывает музыкальное приношение Баха. Баховская мелодия у Веберна обнаруживает поли-тембровость, то есть он ее разбивает на разные тембры, одну мелодию. А мне кажется, что похожую работу Сильвестров проделывает с динамикой, то есть какую-то связанную линию мелодическую. Он делает пунктир такой динамический даже, не тембровый, не разные инструменты, а вот именно тембры, мне кажется, так никто не делал. И я думаю, что вот здесь одна из великих идей художественных Сильвестрова, которую он сам назвал так, что лучше не скажешь, реликтовое излучение авангарда. Мы чувствуем, что это написано после авангарда. Это не после Шуберта, а после авангарда, который что-то сделал с Шубертом после того резкого разрыва с языком прошлого, который проделал авангард. А почему он это проделал? Это ведь не было каким-то просто какой-то причудой. Сам Валентин Васильевич примыкал к этому движению, авангард дышал в этом росле. И не даром, потому что к этому времени традиционный язык искусства перестал говорить. Это был неговорящий язык. Он как бы не обращался к тому, кто его слушает. Так же, как допустим, классическое стихосложение, оно превращалось в какой-то шум, а не речь. И говорящим мог стать только решительно другой язык. и он стал, он резко противоположен тому. Но вот к нашему времени у этого классического авангарда уже очень долгая история. И этот другой язык, разрывы, смещения, резкие контрасты, искажения пропорций и так далее, он перестал говорить. Он сам стал слишком привычным, он стал шумовым, таким же, как вот ко времени прихода авангарда стал классический язык. И поэтому остается многим только передергивать, рассыпать этот авангардный язык, чем занимается, высмеивать, чем занимается в основном постмодернизм. Но обращение тех же самых принципов, принципов оживления того, что перестало быть живым, на уровень микро единиц. Вот это, я думаю, величайшая вещь Сильвестрова, потому что это не вопрос техники, это вопрос перемены состояния, состояния самого автора и его слушателя, чтобы слышать вот эти малости, которые очень-очень мало кому сейчас важны и даже и внятны. Человек не ощущает, как правило, отсутствия этих малостей и охотно принимает какой-то макет, какую-то модель за живую вещь. Поэтому для меня лично работа Сильвестрова это огромное утешение, потому что я все время вижу восприятие и рассуждение о том, что я не назову ничем другим, как симулякры. И вот здесь вторая черта новизны Сильвестрова, обо всем не скажешь, но я говорю о том, на что особенно подталкивает фильм, что в нем особенно видно. Это обращение его к допрофессиональным временам. И это тоже связано с авангардом, я думаю, потому что авангард почувствовал архаику, то самое другое искусство до его развития классического, после классического. Но то, что привлекало художников в этой архаике, в примитиве, в начальном, это было скорее формы. Вот эти формы впечатлили им старались, их старались продолжать. Но Сильвестров в этом другом, древнем, он совсем другой почувствовал. Он почувствовал глубину этих вещей, а не формы. Человек не профессионал, и здесь он рассуждает о том, что Шевченко не литератор, а псомопевец. Он просто создает свою вещь как бы другим органам и другого, и для другого. Ну, наверное, все помнят слова Сильвестрова, как он изгонял из себя композитора. То есть композитор это такого конструктора художественного, который знает, как что-то, с чем-то сделать активно. И нельзя сказать, что это изобретение Сильвестрова, такая как бы сказать, позиция слушания. он пишет как бы слухом, к чему склоняется следующий звук. Это всегда было в тех вещах, которые, как вот опять же сказал здесь в фильме Сильвестров, превышают стиль. Это в любом стиле есть вот это, так сказать, непрофессиональное начало. Иначе они не могут выжить в течение разных веков. Вот. Так что это было всегда. Я думаю, что слухом писал и Пушкин, который был блестящий литератор при этом. Конечно, он также слышал, как звук отзывается в звуке и чего он хочет после себя. Но вот только теперь, в наше время, когда творчество уже трудно отделить от дизайна, такой технический активизм и все замыкается в некоторой стилистике. Только сейчас вот это требование изначального непрофессионализма звучит так радикально. Вот то, что я хотела сказать. Спасибо огромное, Оля. Огромное спасибо. Я предполагаю, как интересно это будет услышать Валентин Васильевич. Он только что позвонил и просил приветствовать прямо во время твоего доклада. Я потом скажу, что он сказал. Но сейчас я хотел сказать, что вот эта требовательность к исполнителям, о которых ты так хорошо сказала, на самом деле они это хорошо, ну вот мы видим, как Марьяна Саблина с детьми, они это хорошо понимают, что вот эта кажущаяся сверх требовательность она на самом деле окрыляет, она на самом деле освобождает их для вот этой микро этих частиц, которые несут невероятную радость и легкость. И Никола Гобдич в хоре Киев, то есть мы видим, как люди действительно, я много раз на репетициях просто был свидетелем того, как человек преодолевает собственное тяготение и буквально в смысле взлетает не только голос, но и как бы все существо человека. И вот этот взгляд на широкую, на большую панораму искусства, на то, как язык классики становится шумом, поскольку он уже не обращается никому или как авангард, разрывавшись с ним и сам в конце концов тонет в шуме. И вот преодоление тех или иных застывших форм это замечательно названно это будет дальше с нами. Ты уже назвала брата Адальберто, я вижу, что он готов и мы будем рады услышать Италию. Адальберто, тебе слово. Слышно? Микрофон слышно? Сегодня хорошо слышно. Хорошо слышно, хорошо. Но я прежде всего хотел поблагодарить Сергея Букловского для этого удивительный фильм, где кадры чудесным образом сочетаются с музыкой, с голосом от самого Сильвестрова и вникают прямо к середину, сердцевину его музыки. Потому что музыка Валентина Сильвестрова кажется во многом несовременной уже мы слышали. То есть это музыка спокойства, музыка тишины, медлительности в мире шума, в мире силы, мышечного напряжения, ускорения и забывания. Но Сильвестров напротив вводит нас в зону памяти, которая открывает неожиданные глубины нашего настоящего заставляет почувствовать ничто выходящее за пределы времени. Мы выделили вот эти кадры настоящего тела, а в то же время мы почувствовали что-то другого, из другого мира. В фильме Сергея Буховского это появляется в двух моментах в поиске выражения, выразительности в охране зоны памяти. Но в поиске выразительности может быть это еще одно название для рождения мелодии. То есть название одной из замечательных богатей Сильвестрова рождения мелодии. то есть приход в мир того звука, который ждет за пределами слышимого. А композитор является покорным слугом этого ожидания. Он как бы резонатор Сордино, Сордино. Сордино это механика, которые позволяют обертоны всех струн ресонировать от фортепиано, когда ударяют только по одной. И получается целая палитра звуков. И поэтому кажущаяся линейность, простота, элементарность даже сочинения Сильвестрова на самом деле является изысканной раскопкой, то есть замером памяти, преодолением разрывов, переломов, трещин, употребляющих через историю и деляющих настоящих трагически непреодолимых. Но вот ее музыка помогает нам преодолеть тюрьму настоящую. И когда в фильме очень хорошо показано, композитор с бесконечным терпением и вниманием объясняет исполнителям, что кажущаяся линейность мелодии, допустим, и бемол, несет в себе противоречие диссонанса, что она скрывает деконструктивный процесс авангарда, как очень хорошо объяснила нам только что Олда Александровна, что гармоническое соединение неизбежно содержит отголоски атональной музыки, разрыве додекофонизма, что это как бы композитор, Сильвестров говорит, что рождение мелодии это чудесное возвращение музыки после этого кризиса, который в 20 веке проходит через все искусство. Казалось, неумолимо порвал не только нит классической традиции, но и коснулся непределимого передела самой возможности музыки как выразительного жеста, как подарок слушателю. А для Валентина Сильвестрова пройти авангарда означает также преодолеть трагический момент музыки в рабочемой идеологии. Как он вспоминает, цитируя Конфуция в фильме, империю, в которой музыка больше не слышно и не доставляет удовольствия ушам поданных управителей, это империя, которая находится на грани краха. Это именно то, что случилось. На музыкальном уровне это означает восстановление мелодического красноречия, нежной вибрации звукового света, подобного песня на пене «Свет Тихий», как «Свет Тихий» православного православной службы. Не случайно один из поэтов, которого чаще всего используют Сильвестров для его музыки, является великим певцем украинского эпоса «Шевченко». Он не академический поэт, не литератор, как говорит сам Сильвестров, то, что упомянуло только, что от Александрова, он своего рода псалмопевец, а стихи «Шевченко», как их слушает, именно слушает и поет Сильвестров и являются псалмами, молитвами. Для того, чтобы петь эти молитвы, слушает эти молитвы, вызывающие другое измерение, позволяющие заглянуть сквозь в глянный знак времени, в горизонт вечности, но на самом деле не отрицая настоящего его причин и трагедий, музыкант сам должен быть в себе композитором, то есть академик ремесленник, который пишет для успеха, для одобрения публики. Но единственный настоящий успех музыки это скромное служение, которое она оказывает звуком, приходящим к нам из предела услышимого, из той области вечности, где также можно найти истину нашего настоящего. Истинность музыки в таком случае заключается в совершенном соответствии партитуры этой внутренней музыки, в то же время совершенно соответствии ее исполнения указаниям музыкального письма. При каждом минимальном детале бесконечно важна, так что вызывание к бесконечному, которое она несет в себе, может в свою очередь ресонировать в слушателях и так как бы побуждать в уник, в нас, которые мы слышим музыку среди острова, ностальгию по вечному. Вот что хотел сказать. Грация, миле, спасибо, брата Дальберта. Я вижу, как замечательно то, что ты говоришь сегодня, перекликается с твоим текстом из книги Симпозион встречи с Валентином Сильвестром, где ты говорил о сотовочи и на самом деле действительно слушая тебя я подумал об одной простой вещи, это будет мой вопрос к Сергею Буковскому, к которому можно будет потом вернуться. Вот поразительным образом нужно было очень постараться, чтобы в кадре, где много Киева, где очень много речь идет о городе, композитора ни на одной репетиции, тем более на концерте не появляется София Киевская. Тем более, что мы знаем, там были исполнения и так далее, но Буковский постарался и добился этой задачи. То есть он снимает не о том, как это происходит, допустим, в Париже был концерт в замечательной готике, акустике и так далее, а это действительно какой-то разговор почти дуэльный с этими запущенными местами. Причем, как точно было только что отмечено и в твоем слове, и в слове Ольги Александровны, это не просто контраст по отношению к всему этому фону, а это разговор с ним. Это ответ самую глубокую на то, чего нет и человеку нужно то, чего нет. София есть, а вот то, чего нет в этих микрорайонах, вот на это отвечает эта музыка и в каком-то смысле она, может быть, дает какую-то софийную мелодию даже там, в каких-то этих ужасных подъездах, где ее как-то считаешь, что навстречены. Мы из Италии... У меня маленький вопрос. Если можно к режиссеру, потому что я когда выделил кадры с музыкой Сильвестрова, как Развалины и дождь, и так, я нефонно вспомнил о Тарковске и о Столкере Тарковского. Не знаю, если есть такая совпадение или просто случайно. Я думаю, что может быть возникают какие-то аллюзии, потому что мы как бы это все смотрим, это живем с этим и зеркалом, и сталкером, это все равно есть уже часть, является частью нас самих. И если возникают какие-то рефлексии по этому поводу, они возникают как бы совершенно неожиданно, независимо от нас, потому что если возникает то, на чем нас воспитывали в нашей киношколе, в нашем институте, мы же должны были все заменить либо Довженко, либо как минимум Параджанова, но тем не менее мы жили с этой установкой, нас так учили, но тем не менее все равно возникают те культурные коды и те слои, в которых нас живут, и ты на них каким-то образом все равно реагируешь. Чтобы вас повеселить, я вам скажу, Костя вспомнил по поводу Софии, слава богу, ее не показали, в Могилянской академии, где ты рядом работаешь, у нас была встреча, у них есть бизнес-школа на пятом этаже, очень красивая, европейская, американская, там слушатели платят очень большие деньги за форматируют мозги, и я показал не все, какие-то отдельные фрагменты Сильвестова, и они говорят, ну что это вы показываете, такое, это все мрачное, такое все, мы же должны, я говорю, что, на их сленге, чисто позитив, да, мы должны продавать позитивную Украину, я думаю, не о чем делаем, а что он это, вот это, реально так живет, да что это такое, я не нашелся, у меня потом жена Витя говорит, а что ты не сказал, да пусть они скинутся и построят ему загородный дом, возможно, построили бы, но он вряд ли туда переедет, понимаете, никогда там жить не будет, но для меня это было как бы, что бы все мрачно такое, что это за жизнь, неужели он не может жить в нормальной квартире, что это такое, вот так они это воспринимают, это все очень небедные люди, вот, так что все ищут позитивный образ. Вот Сергей, должен сказать, что в отличие от слушателей, которые были упомянуты, совсем другое восприятие у человека, который гораздо лучше знает Париж и высокую архитектуру французских соборов, Клюни, Тезе, наконец, с нами из Франции брат Ришар, вот, давайте посмотрим на привет человека, который машет, можешь сказать несколько слов, чтобы тебя все увидели, если ты микрофон включишь, но я прочту перевод на русский, voilà, bonsoir. Добрый вечер, очень рад видеть и режиссера, и слышать все комментарии, и мне очень понравился фильм, но Константин Борисович, прочитай. Да, я прочту перевод, причем фрагмента текста брата Ришара. Если человек, проживший свое детство во время войны и первые 50 лет жизни при советской власти воспевает доброту жизни, то сегодня, в наше время, больших неопределенностей есть место для надежды. Валентин Сильвестров с улыбкой говорит, что первыми поэтами и художниками были ничего другого не умевшие. Он видит себя немного их наследником, любящим музыку в кавычках просто так, из беззаветной любви. Он живет стихами поэтов, он предпочитает те, которые предназначены для пения, например, псалмы Давида. Он не использует их слова, чтобы заявить о себе, создавая собственную музыку, но ставит себя на службу им. Он слушает их до тех пор, пока не услышит музыку, их скрывающую, которую он затем запишет и даст возможность услышать другим. Как интересно наблюдать за Сильвестром во время репетиций. Какое внимание, какая энергия, какая акрилия, то есть строгость, чтобы пение достигло идеального выражения. Он может быть очень требовательным, временами даже гласным, суровым, но он глубоко смиренен, поскольку видит себя не творцом своей музыки, а тем, кто ее слышит, принимает. Он похож на флот, который бы созревал в любое время года. Несмотря на войну, у него было счастливое одежда. В юности он осмелился нарушить рамки регламентированной музыки. Он также понимал, что недостаточно быть авангардистом или диссидентом, чтобы быть искренним. Он прошел через невзгоды и горе, но на его лице написано благодарность за жизнь. У него есть такой прекрасный образ. Каждый прожитый день с утра до вечера подобен маленькой картине жизни, целой жизни, в миниатюре. В фильме глубокая радость и взгляд доброты перекликаются с пейзажами город-людьми. Мы слышим вальс, который композитор замечательно говорит, что весь мир следует этой музыке и великая аллилуйя, музыкальное приношение в исполнении детей все возводит к истоку. И Давид, который переполнен днями, восклицает, я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Интересно, что я помню, что Сергей Буковский в какой-то момент даже назвать фильм хотел, беря эту метафору, этот образ единого дня. Один день прожитый от рассвета, а рассвет это ключевое время для Леониду Васильевича, и действительно он говорит, что если один день прожить достойно, если употреблять слово нашей конференции, то это меняет, дает все. С нами также да-да, Сергей. Я походу, одна маленькая ремарка по этому поводу, одна у нас такая дама-политик, которая очень любит дружить со звездами, не буду ее с именами называть, это не столь существенно, она навязывалась к нему гостей прийти поздравить с днем рождения. Валентин Васильевич умеет как бы отшить такие вещи, и он говорит, слушайте, не надо, у меня каждый день день рождения, что вы будете ко мне каждый день приходить, что ли? Да. Добрый вечер. Дай, я тебя остановлю. Решард, ты хочешь добавить что-то? Нет, я очень рад услышать это. Просто, Рогер, он говорил много о « жить сегодня с Богом». « жить сегодня с Богом». И это, что я встретил в диалоге с Валентин Сильвестра. Брат Роже, основатель ТЗ настаивал очень на том, чтобы жить в сегодняшнем Господом, в настоящем, как это совершается сегодня. С нами Ирина Леонидовна Багратен Мухранели. Ирина, Леонидовна, вам слово. Слышно, нет? Хорошо слышно. Слышно. Хорошо. Ну, я хочу начать. Во-первых, мне было очень приятно видеть заставку фильма «Мост через небро». Я почувствовала, что я все-таки такой подготовленный зритель в плане Киева и в плане кино. Но что касается музыки Валентина Васильевича и его образа, мне хочется начать с того, что в книге «Дождаться музыки», есть такой забавный эпизод, связанный с получением диплома об окончании консерватории. Значит, он пишет, что его распределили на работу куда-то вне Киева. И он должен был получить диплом по прибытии. И он отказался это делать вот с такой аргументацией. Я родился у реки, на всю жизнь прожил рядом с ней. Естественно, он не мог изменить родному городу, родному городу благодаря всему, что составляет укорененность в украинской культуре. Конечно, этих высоких слов он, естественно, не говорил, но вот сама суть того, что в советское время человек рискнул оказаться без диплома просто потому, что он привязан к родному городу и к родной реке. И Днепр возникает в фильме в самых разных ракурсах. То с излученной моста, то с прибрежной кромкой. И это не вставные иллюстрации. Мне очень приятно слышать, как воспринимается этот фильм, как глубоко и точно удалось создателям его передать саму суть. и мне кажется, что это не картинка для того, чтобы как-то перебить слишком много музыки, а это видеокадры, которые тоже помогают нам понять суть музыки Сильвестрова. Я обратила внимание, что там это все время зимний пейзаж, это снег, это зима и замерзший Днепр. Мне кажется, что это тоже одна из метафор, потому что для того, чтобы понимать музыку Валентина Васильевича, нам нужно погрузиться на глубину, нам нужно пробиться сквозь многие странности его музыки для того, чтобы почувствовать весь масштаб и все достоинство и все прелесть. И мне кажется, что удивительная находка создателей фильма состоит в том, что вот этот мощный ледяной пласт, он как бы для меня во всяком случае связан с тем, как меняется музыка последних лет Валентина Васильевича, когда от чистого лиризма, от такого послешубертовского создания того, чего нам не хватает красоты, лиричности единичного человека, он все больше переходит к мощному эпическому звучанию. И то, что фильм кончается репетицией хора, это тоже говорит о том, как мощно изменилась его масштаб. Он всегда был связан и не только с внутренним миром, лирикой, но и с космосом, с природой, звездами и рекой. И вот стихия реки, стихия воды, она в этом фильме удивительно уместна. И просто хочется еще раз поблагодарить создателей фильма, которым действительно каким-то совершенно непонятным образом удалось вот это пятиэтажки и типовое строительство киевских домов связать с Брейгелем. Действительно, это не только через зимний пейзаж, а вот через какое-то операторское мастерство, режиссерское. И еще раз хочется сказать спасибо за то, как отобраны эпизоды в этом фильме, как создан сценарий и как звучит музыка. Так что спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ирина Леонидовна. Я, знаете, Ирина, хотел сказать, что я не знал, что есть такой текст по поводу я вырос и живу и родился у реки, но я интуитивно смотрю на эту фотографию, где он сидит в воде, по поясе, я ее очень люблю. Я ее смотрю на каждую серию, я не знал этого, но тут произошли какие-то странные, невероятные совпадения, потому что я тоже всю жизнь с молодых детских лет провел на реке, на Днепре, и на Дисне, там жили с родителями в палатке, не было у нас никаких фигуртов. Я вырос на реке, я вырос на Днепре, днепровский пейзаж это нечто больше, чем просто пейзаж. Поэтому тут какие-то вот эти речные мотивы действительно вы угадали, они попадают, наверное, в то состояние, в котором находится сам Сильвестров, но говоря о детстве, к чему мы приводим, в конечном итоге, к финальному кадру как по фонду, и куда мы приводим всю историю, все части, и мы приводим, к конечному счету, то, о чем он говорил, что вот есть там мальчишки, кто футбол, меня вот это интересовало совершенно неосознанно, и мы видим этого мальчишку, этого ребенка с характерной ямочкой на подбородке для Валентина Сильча, и ты приводишь это туда, к этой фотографии, к последней точке фильма, и я понимаю, что мы в конечном счете делали кино о ребенке, который в нем есть, живет, и он как бы основа такого бескорыстного, светлого, это ребенок, я думаю, что Валентина Васильевич, он таким и остался, и, наверное, такие музыканты могут быть только, когда они дети, когда они маленькие, вот к этому мы, к конечному счете, не называя этим жутким словом месседж, мы приводим как бы нашу логику, нашу историю. Все, я все сказал. Спасибо, Сергей, теперь мы услышим Германию в составлении и появлении на свет двух книг Валентина Васильевича, конечно, важнейшую роль сыграла Алла Вайсбан, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, я, конечно, прежде всего, тоже хочу сказать огромное спасибо Сергею, создателям фильма, мне посчастливилось благодаря книгам прежде всего провести много часов в той комнате, которая снята во второй части фильма, это очень дорогое для меня время и это фантастическое напоминание о нем. Я хотела бы начать немножко издалека, может быть, вот еще с упоминания этой книги, этого человека, Максим Даль. У него есть такая максима искусствоведческой работы. Художественное произведение нужно не объяснить, а насколько позволяет язык осуществить, так сказать, сделать присутствующим. Аналогичную мысль высказывал Хан Сельмайер, он говорил тоже о недостаточной словесной интерпретации произведения, и это все не просто совпадение, вернее, не просто взаимствование и влияние, и я думаю, что оба искусствоведа очень четко реагировали на изменившуюся ситуацию XX века. Например, на тот опыт, которым первый был, по-моему, который осуществил величайший художник Поль Сезанн. Сезанн десятилетиями бился над тем, что он называл реализацией. То есть не просто изобразить гору Святой Виктории, а ее реализовать. Игдаль десятилетиям пытался объяснить нам, что такое реализовать, и мне кажется, что его осуществить произведение представляет собой некий аналог этого Сезановского реализовать. Почему я в этом вспомнила? Наверное, можно сказать, что задача документального фильма совпадает во многом задачи исторической работы, и тот их фильм и работа должны приблизить нас к пониманию текста художника. и традиционные фильмы делают массу замечательных фильмов, в том числе прошлый фильм «Диалоги» делают это обычным образом, поговорили, поиграли, показали, где человек жил, это все, Сергей нам сказал, что он от этого отказался, мы это прекрасно видим, но мне кажется, что у имдаля есть вот та ключевая фраза, которая говорит нам о том, что получилось, получилось гораздо больше, как мне кажется, получился, во-первых, некоторый эквивалент музыки Сильвестрова и той революции, которую он совершил, и кроме того, мне кажется, что этот фильм поддерживает в нас именно те установки восприятия, которые позволяют нам встретиться с музыкой Сильвестрова. Вот я могла бы об этом говорить очень много, но, во-первых, я берегу ваше время, а во-вторых, я так и не освоила Zoom, я сейчас вспоминаю, да, я вспоминаю презентацию книги «Дождаться музыки», между прочим, она состоялась почти 10 лет тому назад, 1 октября 2010 года, и вот там было столько людей, что разве что на лампах никто не висел, и так я себя чувствую увереннее, потому что как-то разговаривать все-таки с живыми людьми в непосредственном пространстве мне гораздо проще, с живыми, то есть с присутствующими, потому что пространстве где и ты, простите. Мы живые. Да, да, просто вот мало. Да, это мне все достаточно тяжело, я еще не научилась, но я рискну сказать какие-то очень, несколько, несколько вещей, достаточно простых и лежащих, может быть, на поверхности. Я однажды разговаривала со своей однокурсницей, закончила музыкальную академию, то есть я была музыковедом по первому образованию, и она рассказала, что она со студентами ходила на концерт Сильвестрова. И вот после Сильвестрова, после концерта Богатели, студенты вышли и сказали, а что это такое вообще был за трэш? И это совершенно не удивительная реакция, не единственная. Валентин Васильевич там подкрыт намного раз говорит, что у него есть друзья, которые стыдятся того, что он сейчас пишет такую музыку. И вот Сергей начал фильм даже не с Богателем, а начал фильм вот с этого эскиза непрофессионального гимна, то, что Валентин Васильевич говорит, я напеваю, это как бы пение для себя. Вот фильм начинается с тем, что тоже очень многие люди, не знающие Сильвестрова, не любящие его, не имеющие подхода к музыке, тоже могут говорить, а что это вообще такое. И этот эффект, он усиливается тем, что мы видим. Мы видим кактус с паутиной, занавеску, которая оборвалась, мы видим бутылки, которые кто-то там, видим, особранные бомжами, которые кто-то там толкает ногой, мы видим бабушку, которая делает зарядку, мы видим снизу, мы видим фотографию композитора, лицо которого закрыто журналом, и у человека вне находящегося, на которого, наверное, должен ориентироваться фильм в первую очередь, потому что тот, кто уже пришел к музыке Сильвестра, он уже пришел. Интересно, так сказать, поймать того, кто еще не пришел, для которого все это чужой мир. И вот все это, этот эффект странности, он присутствует, и он усиливается. Дальше мы попадаем на очень долгую репетицию. У меня сегодня довелось ее слушать с 10-летней Алисой, когда она услышала, как Валентина Семеновича говорит, они поют как вороны, она сказала, а что он от них хочет. Потом она еще немножко посидела и сказала, ну что он к ним пристал, какой капризный дядя. Потом она повернулась и пошла смотреть мультик. эта реакция тоже понятна, мы даже по лицам людей видели, по их реакции, как в общем-то им это уже и о том, какой требовательный Валентин Васильевич, об этом ходят легенды. Об этом все знают, мне однажды удалось это в виде своими глазами. Университет в Кёльне профессор, который читает своим студентам лекцию о музыке Сильвестрова, показывает запись литовского хора, который поет какое-то духовное сочинение Валентина Васильевича. Валентин Васильевич минуты 3 сидит, потом встает и говорит прекратите это безобразие, это невозможно слушать. То есть темпл слишком медленный, это напоминало то отношение к духовному, которое он не переносит категорически, поэтому сказал все, хватит, и прочел лекцию о том, почему это вообще все не то. Вот мы все это прекрасно знаем, и теперь мы все это слышим. И я думаю, что тоже люди в момент такого отстранения и непонятно что это такое, усиливается тем, что я думаю, что многие люди не понимают, что он от них хочет. Мы слышим, конечно, какие-то нюансы, это важно, но все-таки кажется, ну что такое, как долго продолжается эта репетиция. После репетиции мы попадаем в квартиру с Сильвестром, мы видим Сильвестрова в каком-то пледе. уже начинается очень интересный разговор о Вавилонской башне, но тут же он задает какой-то очень простой вопрос Инге, Инга, а видишь тут свои детские занятия? Потом опять звучит эскиз Валентин Васильевич опять на фоне заснеженного Киева, и потом для меня происходит момент перелома. Мне кажется, что он перелом вот в этом всем, что у нас накапливает вопросы, какое-то недоумение, что это происходит в очень важный момент, когда Сергей спрашивает Валентин Васильевич, какой у вас любимый звук? Валентин Васильевич вспоминает Данте, говорит Дольче и звучит аккорд. Я очень хорошо слышала разницу между хором Думка, репетиция, которая была записана в начале, и хором Киев, репетиция, которая была записана в конце. То, что эти два хора встретились в одном фильме, это гениальное, мне кажется, решение, потому что они действительно совершенно по-разному поют. Но я говорила себе, вот хорошо, ты сейчас все прекрасно слышишь, а если ты не будешь видеть, где кто, услышишь ли ты разницу между Думкой и хором. И вот сегодня, когда прозвучал этот аккорд, я подумала, так, стоп, а кто это такой? Это был один аккорд, больше ничего. Это Думка или это уже Киев, я это не помнила из фильма, я подумала, нет, это Киев, это по-другому звучит. И действительно, следующий кадр мы видим Гобнича, дирижера. И тут все меняется. То есть тут происходит, для меня тут произошел переход в тот момент, когда мы накапливали вопросы, к тому моменту, когда начинается что-то, не покорить ни одного человека. Сколько бы он скептично не относился к музыке Сильвестрова, как бы он не был критичен, как бы он не был, вот уже в этот момент все. То есть мы слышим совершенно другое исполнение. Мы понимаем, если мы хорошо слышим, мы понимаем, что раньше он хотел и почему-то капризный дядя все время дергал этот хор. То есть вот какое, я сегодня послушала еще раз, какое слово у меня возникает, когда я слышу хор прекрасный, вернее, нормальный хор, думка, хоровая капелла. У меня возникало слово какое-то на уныние. Это профессиональные писцы, чиновники пришли, открыли ноты, открыли свой, открыли, кто-то обменили телефон и по нотам спели то, что там написано. У них нет того, о чем гениально сказал Говдич, если вы не пройдете на пуантах, то ничего не получится. Вот у думки нет этого ощущения, нет вот этого ощущения, которое, кстати, есть и в фильме. Мне кажется, что метафора пройти на цыпочках это тоже метафора того, что происходит в фильме. Авторам удалось пройти, можно так сказать, что пройти по какому-то тросу, который мы натянутом над пропастью. Шаг вправо, шаг влево, ты провалился, конец. И вот эту вот меру чудесным образом удалось соблюсти. И вот это живое пение, энергичное, совершенно другое, оно сопровождается другим визуальным рядом. Сначала был замороженный, заснеженный Киев, вот эти дома, которые воспринимались как скелеты, как то, что-то после войны. А тут мы видим лето, прекрасный пейзаж, золотистая вода. Вместо женщины, которая толкает туда-сюда бутылки, которые собрали бомжи, сидит пара молодых людей, мы видим беременную женщину, мы видим утку, мы видим свет, мы видим совершенно другое освещение, золотистый тентона. То есть происходит момент этого преображения. И что дальше делает гениальный Сергей, Сергей чередует хор и опять эскиз Валентина Васильевича. И опять хор. Садук Вишнева поет хор, потом Валентин Васильевич, потом опять хор, потом опять Валентин Васильевич. И мы понимаем, что то, что звучало в начале непрофессиональное, непонятное, чуждое нам, о чем любой музыкант скажет, а что это вообще, зачем мы сюда принесли, что это вот те зерна, из которых рождается гениальная, сложнейшая музыка, которую мы, от которой мы не можем оторваться, которая нас покоряет. Но если с нами это не произошло еще в финале первого фильма, то с нами наверняка уже с любым человеком это произойдет в когда в третьей части. Когда я даю своим друзьям послушать музыку Сильвестрова, особенно если я знаю, что это люди, которые могут сказать, послушать, а что это за трэш, я им говорю, пожалуйста, послушайте несколько раз. Когда вы послушаете несколько раз, у вас возникнет такое же ощущение, что эта музыка существовала всегда, что она существует, как платоновские идеи, действительно. Владимир Васильевич сам иногда упоминает это сравнение. Что она существовала вечно, что есть какие-то качества, благодаря которым ее можно слушать бесконечное количество раз. Совершенно не любая музыка это может выдержать. Музыка Сильвестрова это выдерживает, потому что в ней есть вот эти вот зерна, данные уже в этом эскизе, который получал сам в начале. И вот тут не надо никому не говорить послушайте много раз, мы опять слушаем репетицию хора, гениальная аллилуйя звучит много раз. Алиса вернулась к этому моменту и мы ей третью часть сегодня ставили раза четыре. Она хотела слушать еще, 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 еще. Нам присоединился еще один человек сказал слушайте почему он очень дергает хор. и тогда Алиса сказала ты знаешь он композитор, это его музыка, он имеет право. То есть вот все мы потом мы опять видим после аллилуйя опять Днепр опять лето опять чудесная вода кувшинки опять чудесная тарзанка вот все прекрасное лето опять звучит опять мы видим заснеженный Киев опять мы видим все как бы мы вспоминаем опять все что могло вызывать у нас какие-то вопросы и мы теперь это все видим совершенно другими глазами то есть если мы досмотрели этот фильм до конца Сергей говорил спасибо вам большое всем кто остался после премьеры но по-моему никто не ушел я не видела нищих который бы ушел из зала я только видел тех кто сняли маски но это ладно и вот когда если мы прошли весь этот путь то мы приобретаем как мне кажется три бесценных опыта во-первых у нас возникает ощущение какого-то положительного отношения к повтору мы понимаем что нам дает повтор а этот опыт в принципе у нас не воспитывается сейчас ни культурой ни масс-медиа мы ожидаем скорее постоянного изменения 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 информации нам нужно постоянно новый коридор а тот человек нас подвергает такому испытанию мы по многу раз слушаем одну и ту же фразу один и тот же такт один и тот же мотив который исполняется чуть-чуть по-другому это все-таки повтор и мы это испытание проходим и мы понимаем когда у нас звучит аллилуйя или когда потом у нас звучит это гениальное последнее богатель мы понимаем для чего нам все это было нужно еще мы приобретаем опыт развлечения то есть мы учимся слушать мельчайшие детали это то что нам тоже совершенно необходимо для того чтобы мы услышали музыку Сильвестрова и мы учимся преодолевать нашу ту легкость с которой мы иногда выносим суждения с первых тактов то есть мы преодолеваем вот это вот ощущение ну вот свое недоверие к чему-то тривиальному банальному потому что нам может кажется слишком легким слишком простым мы этот путь прошли и теперь мы можем услышать то что говорит Малитин Васильевич он очень любит когда говорят что мы живем в мире где утрачена красота он говорит какая же утраченная каждое утро это новое утро и вот этот опыт преодолеть свое пренебрежительное может отношение к чему-то банальному опыт погони за какими-то очень яркими впечатлениями он нас учит в простой мудрости относиться к каждому новому утру к новому утру к доброму утру ну вот собственно это несколько совершенно несколько мыслей которые я пыталась проиллюстрировать свою мысль благодарим спасибо кто хотел бы отреагировать на то что прозвучало все высказывания сегодня я ты знаешь Костя я не то чтобы с неким не с некой настороженностью относился к нашей к твоей идее которая замечательная показать кино и обсудить его за круглым столом потому что я привык к такой фестивальной аудитории где самым главным вопросом из зала это всегда услышишь никакого отношения к фильму это не имеет а показываем фильм герою а что он сказал а какие ваши отношения сегодня это максимум что ты можешь услышать в критических каких-то оценках твоей работы максимум поэтому я сейчас говорю абсолютно искренне чистого сердца что я думаю что услышанное мной услышанное мной виды сегодня это бывает это большой праздник это большой подарок такого анализа и такого критического анализа потому что я слышу это первый и последний раз в жизни это честно потому что я знаю как-то там что будет с фильмом дальше мне трудно сказать из-за коронавируса все планы как бы наши были изменены и сломаны но тот нарратив который мы услышали сегодня меня меня просто потряс если честно говоря поэтому спасибо тебе за организацию и модерацию сегодняшнюю это гран-при всех фестивалей которые существуют в мире вот поэтому мы сегодня просто думаем о том чтобы как можно больше людей эту картину увидело и показали правильных сфокусированных аудиториях и на мой взгляд когда фильм работает и он не улетает куда-то там в бездну пропасть он таким образом живет вот спасибо большое Костя спасибо а что же нам сказал когда только что позвонил Валентин Васильевич я его спросил Валентин Васильевич что сказать а он слушает нет сейчас он не слушает он пошел дальше писать музыку но я говорю он говорит что сейчас происходит я говорю говорит Ольга Седокова что передать он говорит подумал задумался а потом говорит сквозь волнистые туманы пробирается луна и я подумал что это действительно его реплика в наш хор о том что действительно мы свидетели каждый по-своему что нигде действительно так сильно не было это отсутствие внимания и тишины мы выросли в грохоте ужасной империи на руинах которого разворачивается этот фильм и у Валентина Васильевича есть один очень простой критерий по отношению к самым монументальным произведениям музыки он задает простой детский вопрос это можно слышать второй раз это можно полюбить к этому можно вернуться или это рассыпается как карточный домик ты идешь дальше и больше никогда не можешь не вспомнить не промычать ничего из того что прогрохотало и вот мне кажется что этот самый простой и строгий критерий его самое требование с которым он подходит к самым замечательным композиторам современности к своим друзьям к тем кого сегодня считают классика он подходит вот с этим простым критерием это можно полюбить или это просто дизайн такой замечательный и вот мне кажется что этот действительно строгий критерий желания повторного просмотра этот фильм выдерживает ему есть желание возвращаться и к конкретным деталям конкретным частям и как целому желание очень сильное и в этом смысле он созвучен когда только в начале Сергей сказал что он до сих пор не знает удался ли фильм мне хотелось воскликнуть это плагиат в фильме на вопрос Сильвестрова получилось ли у вас стать командистом я не уверен я лукавил и это совершенно искренняя реакция это вот действительность какой-то детской такой спонтанности он искренне говорит то как он думает это не рисовка не фраза не бомо а это позиция в бытии можно так сказать и вот это освобождение даже смотрите в точных словах которые сегодня прозвучали об этом фильме происходит именно вот это освобождение от зрительных и звуковых мозолей как мы услышали возвращение к совершенно новой способности слушать которая открывает что-то изумительное ну а дальше в фильме звучит этот голос и вы знаете 30 сентября Валентина Васильевича будет день рождения он родился 30 сентября в 37 году в Киеве даты говорят за себя не нуждается в комментарии и вера надежда любовь и мать их София были с ним с самого начала с 37 года и помните в фильме звучит его голос такой какой-то застенчивый очень солнце зустричая и нематому почину и краю немая ни начала ни края потому что он делает нет и слава Богу вот так что наша скромная с вами вот венок к его дню рождения мы сплели Оля я очень прошу прислать этот текст я немедленно передам его Валентину Васильевичу это замечательная мне кажется интродукция в самую суть того что он делает введение и я каждого благодарю за настоящий голос я знаю как для него важен отклик вот эта горечь которая слышится в его словах что ну может через сто лет эти богатели там сыграют на эти же свои гомеопатические шарики он же современнику протягивает для того чтобы принести самое какое-то глубокое утешение и надежду и надежду введение и надежду и надежду